В данном видео вы сможете ознакомиться с сюжетом и содержанием серии «Мелодрама акварели». Сериал состоит из 16 серий, поэтому нас ждут две недели интересных вечеров. Съёмки картины акварели проходили в Минске и были завершены весной 2018 года. Традиционно на основных телеканалах страны начинаются осенние премьеры. Канал «Россия-1» покажет нам мелодраму акварели. Начало показа назначено на понедельник, 17 сентября 2018 года на 9 вечера. Маша не может справиться с запоем Ирины и приглашёнными ею гостями. Ася отправляет ей на помощь Игоря. Игорь видит в доме детскую фотографию Аси и узнаёт в ней сестру Настю. Требует объяснений у Регины. Она во всём признаётся и настраивает Игоря против Аси. Которая явилась в их жизнь, чтобы всё отобрать. Дима пытается выяснить всё о Кристине и обращается за помощью к юристой компании Зарецкому. Тот быстро выясняет, что она мошенница, проститутка. Когда Дима приезжает к Кристине, она уже мертва. И Диму арестовывают по подозрению в её убийстве. Антон рассказывает Асе всю правду о её происхождении и об Ирине. К Асе возвращается память. Лили плохо без Аси. Лисицкий стыдом купирует её приступ. Ася скрывает ото всех. Живёт в гостинице. Людмила обвиняет дочь в подставе. Она давно видит, что та пытается завоевать любовь пасынка. Все ищут Асю. Первым её находит Антон. Он настраивает, чтобы она отобрала деньги у Регины. Они принадлежат Асе по праву. Встреча с Димой получается сложной. Ася вспомнила, что Лиля убила её любимого отца. А она дочь Регины. Регина разоблачена. Дима не желает её больше видеть, но уезжает с Лилей. Лисицкий приходит к Ирине. Они оказываются давними знакомыми. Он заставляет её бросить пить, чтобы вернуть дочь. Ася хочет восстановить отношения с братом. Но Регина успешно настраивает Игоря против неё. Игорь делает предложение Вике, но она не желает его видеть. А Ася принимает предложение Димы, и они думают о грядущей свадьбе. Людмила больше не желает видеть родную дочь и переезжает к Аси с Димой. До Регины доходит информация о грядущей свадьбе. Фёдор предлагает новый план по устранению Аси. И Регина соглашается на него. Лиля внезапно умирает от передозировки лекарств. Виновной в её смерти признают Асю. Диму все пытаются убедить в виновности Аси. Подтасовывают факты, и в какой-то момент им овладевают сомнения. Это добивает Асю. Она готова сознаться в чём угодно. На Диму начинается охота. Его заманивает к себе Регина. Но ничего не получается. Вика действует с большим успехом, утешает Диму и соблазняет его. Но наутро он говорит, что продолжения быть не может. Людмила приходит к следователю Соколову с заявлением, что она убила Лилю, дабы избавить ту от мучений. Регина уговаривает мать забрать заявление. Та готова, если Ася сегодня же окажется на свободе. Но порадоваться освобождению внучки ей не суждено. Антон сближается с подругой Аси, Машей, и наконец-то успокаивается. Но узнаёт о подозрениях Аси по поводу причастности Регины и Фёдора ко всем трагическим событиям. Он решает использовать информацию в своих корыстных целях. В жизни Аси появляется Макс, друг Игоря, который искренне влюблён в девушку и стремится ей помочь. Ася даже соглашается пожить в квартире Макса, а он старается не претендовать на её близость. Антон делает предложение Маше, она счастлива. Игорю никак не удаётся добиться расположения Вики. Регина признаётся Фёдору в любви к Диме. Регина пытается переложить ответственность за гибель Антона на Асю. Ася уходит от Макса, она не может забыть Диму, любит его. Дима счастлив, что Ася вернулась. Регина предпринимает новую попытку соблазнить Диму. Ася с Димой находят следователя Берёзина, который первоначально занимался делом об аварии Александра и выкладывают ему свои подозрения. Берёзин возбуждает уголовное дело. Вика беременна и решает воспользоваться ситуацией, чтобы вернуть Диму. Регина просит Асю прекратить расследование. Готова дать денег, чтобы она навсегда исчезла из её жизни. Вика врывается в дом Димы и Аси с сообщением о своей беременности. Ася в ужасе уходит из дома. Её похищает Фёдор, он готов убить её. Но в последний момент его останавливают. Дима ненавидит Вику, обвиняет её во всех грехах. Девушка пытается покончить с собой. Игорь уверяет Вику в своей любви. Следователь Берёзин находит свидетеля, витившего Регину и Фёдора в день убийства Лили у дома. Свидетель по делу об убийстве Лили отказывается от своих показаний. Но уголовное дело не закрыто. Фёдор объявлен в розыск. Ася приезжает в больницу к Диме, но её выставляют оттуда. Фёдор захватывает Регину и привозит её в захолустный дом, где их никто не найдёт. И где они наконец будут жить вдвоём счастливо. Регина понимает, что никогда не избавится от него. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.